Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Марины Рябцева. Сегодня у нас в гостях главный специалист, педиатр Минздрав соцразвития Ноктева Лариса Германовна. Здравствуйте, Лариса Германовна. Вот сейчас в Чебоксарах очень много школ уже закрыто на карантин. Что можете сказать по этому поводу? Сколько закрыто, сколько детей заболело? Здравствуйте! За последнюю неделю регистрируется подъем заболеваемости вирусными инфекциями, респираторными вирусными инфекциями и гриппом. И большая часть приходится все-таки на детское население. И действительно, на сегодняшний день закрыта часть школ. В каких районах, в каких городах республики больше всего закрыто? Больше всего регистрируется уровень заболеваемости все-таки в Чебоксарах и в Новочебоксарске. Поэтому в Чебоксарах и Новочебоксарске закрыто большее количество школ. Это 11 школ в Чебоксарах, 8 в Новочебоксарске и в районах республики закрыто 8 школ. Маргауша, Цивильск, Чебоксарские районы, Красночитая. А что за заболеваемость? Грипп это или что? Заболеваемость вирусными инфекциями, респираторными, в том числе гриппом. То есть идет постоянный мониторинг, этиология этих вирусных заболеваний. И, конечно, есть среди заболевших и больные гриппом. Но грипп регистрируется чаще всего у тех, кто все-таки был не привит против гриппа. Так прививки помогают реально? Конечно, реально мониторируется эта ситуация, и прививки действительно помогают. А вообще какой процент, может быть, детей заболел? Какое-то количество? Есть такие данные? Да, заболеваемость регистрируется больше у детей, практически 80% это дети. И возрастная группа детей, наибольшая возрастная группа, которая подвержена заболеваемости, и которая регистрируется сейчас в данный момент, это школьники от 7 до 14 лет. В остальных возрастных группах заболеваемость несколько уже снижается. Это от 0 до 2, это те неорганизованные дети, которые сидят дома с родителями. В садиках тоже незначительный подъем заболеваемости. И у детей старше 15 лет. А у заболевших сейчас какие больше симптомы вообще проявляются? Ну, респираторная вирусная инфекция – это группа заболеваний, которых характеризуется приблизительно одинаковой симптоматикой. Это температура, это интоксикация, это катаральное явление, то есть кашель, насморк. И в зависимости от того, как проявляется это заболевание, оно может течь либо в легкой степени, в средней и в тяжелой степени. Диагностика достаточно проста, то есть поставить диагноз ОРВИ достаточно просто. Но остается вопросом, как лечить, где лечить, кому лечить и что применять при данных заболеваниях. Это правда? Я призываю родителей не заниматься самолечением. И в любом случае, если появляется заболевание, если ребенок заболевает респираторным вирусным инфекцием, конечно же, принять все меры профилактики. То есть ребенка не нужно отправлять ни в детский сад, ни в школу, для того, чтобы не ухудшить его состояние и не подвергать заражению, скажем так, окружающих. А затем уже обратиться к своему участковому врачу. По ситуации заболеваемости на сегодняшний день растет, держится на уровне или снижается уже? За последние две недели отмечается некоторый подъем заболеваемости. Но в связи с тем, что был зарегистрирован данный подъем, были введены вот эти карантинные мероприятия, ограничения различных развлекательных мероприятий, введены карантинные в школах. И сейчас как-то отмечена стабилизация данного показателя. И планируется все-таки, что как-то в плане, в прогнозе прогнозируется, что данная ситуация стабилизируется, и потихонечку уже заболеваемость пойдет на спад через две, может, недели. Вот что посоветуете, что делать, чтобы не заболеть? Ну, если, например, дома кто-то заболел, там, самому не заразиться и так далее, на работе, вообще в транспорте? Если говорить о человеке, который сам заболел, естественно, нужно себя как-то ограничить от контактов с окружающими, чтобы не заразить окружающих, правильно? Дома, если есть небольные, естественно, можно носить маску. Лечение – это дезинтоксикация, то есть это обильное питье, это режимные моменты, то есть это и постельный режим, скорее всего, при тяжелом состоянии. Это ограничение каких-то физических нагрузок, это диета, это прием противовирусных препаратов, жаропонижающих препаратов при высокой температуре. Если говорить о детях, уважаемые товарищи родители, хочется отметить, что самолечение у детей особенно опасно, поэтому, если ребенок заболевает, еще раз хочу подчеркнуть, не нужно отпускать его в детский сад, не нужно отправлять его в школу, на тренировку, на секцию или куда-то погулять в кино. Пусть он посидит дома, пусть он полежит, пусть он поспит немножечко, то есть режимные моменты, они тоже относятся к лечению ребенка. Побольше давайте ему пить питье, питье в виде мурсов, в виде компотов, чаев. Это снимает температуру, это снимает интоксикацию. Только вроде сладкое нельзя, да? Ну, со сладким тоже переборщить, переборщивать, конечно, не нужно, но есть дети, которые, наверное, обычную воду пить не будут, немножечко компоты, скажем так, домашние, почему нет, чаи, почему нет, молоко, почему нет молока, оно тоже немножечко подслащенное, да, сладенькое немножко, вот, морсы, различные клюквины, бруснечные и так далее, почему нет. Вот, хотелось бы сказать еще родителям о том, что самолечение опасно не только в плане того, что вы можете что-то дать не то, вы можете просто не соблюсти дозировку тех же самых жаропонижающих препаратах. Дети неплохо переносят температуру. Измеряя температуру ребенка, смотрите, какой ее уровень. Если она выше 38,5, естественно, безусловно, нужно дать жаропонижающие, опять-таки, посоветовавшись с участковым врачом. Если температура не снижается, то опять вызовите участкового педиатра, решите, почему она не снижается, почему, в чем тут дело, чтобы не принимать повторно этих препаратов, потому что прием этих препаратов в больших дозах, скажем так, не соблюдая какую-то кратность, может привести к ухудшению состояния ребенка в плане даже вплоть до отравления этими лекарственными препаратами. Были отмечены в этом году случаи отравления жаропонижающими препаратами. Есть родители, которые любят капли спрея, допустим, которые доступны в аптечной сети. Но опять-таки, смотрите на кратность применения данных препаратов, возрастные ограничения в применении данных препаратов. Описаны случаи отравления даже каплями в нос, то есть несоблюдение дозировки, несоблюдение инструкции по применению данных препаратов, опять-таки, грозит осложнением и утяжелением состояния ребенка. Частое увлечение родителями антибактериальными препаратами. Также это антибиотик, это в любом случае, это опять-таки лекарственный препарат. Он тоже может и ухудшить состояние ребенка в том числе. Все лекарственные препараты должны быть показаны. Все лекарственные препараты на значениях должны быть обоснованы. Если это ребенок, конечно же, с участковым врачом это серьезно. А не специфические меры профилактики, говорить о них уже, в принципе, в период эпидемии тоже нужно, потому что и полноценный сон, и достаточно калорийная, достаточно полноценная, достаточно богатая витаминами диета, и, скажем так, соблюдение других режимных моментов, закаливание, прогулки, проветривание, влажная уборка, это тоже профилактические мероприятия, которые помогут нам снизить уровень заболеваемости, естественно. И дома нужно их проводить, и там, где мы работаем, тоже. Проветривать не забывать, самим гулять не забывать, есть своевременно не забывать. И все-таки... И тогда будем здоровы. И тогда будем здоровы, да. Спасибо большое, Лариса Геровна, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». В студии была Марина Рябцева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова